Всем привет! Итак, Риот, как и обещали, показали нам трейлер нового агента, но внезапно вместе с ним и слили все обилки Иса, которые я вам сейчас и покажу. Ульта там вообще бешеная какая-то. Также покажу немного боевой пропуск, но для начала я покажу вам трейлер, потому что он у Риот вышел, как всегда, офигенный. А, и кстати, завтра итоги конкурса в Телеге, так что участвуйте, ссылочка в описании, первое самое, даже искать не надо. Ну а теперь погнали к трейлеру. Избавьтесь от них. Сделаем. Киндом пожалеет, что закрыли мой проект. Гигантская работа, масса усилий, и все это на смарку. То есть мы из-за этого жизнью рискуем? Легко же тебя страшилками напугать. Вы про те слухи о нападавших на нас? Да нет, нападал один. Он убивает всех, кто причастен к проекту. Это россказни. Могли чего получше придумать. Как один нанятый киллер может поставить под угрозу весь проект? Это полная чушь. Говорят, его пули не берут. Он целый отряд завалил с одной обоймы. А еще он как-то даже... Хватит. Ладно, за что купил, за то и продаю. Но кто с ним столкнется, точно не жилец. Неубиваемый колдун. Колдунов не бывает. Кличка у него «Сиреневая смерть», понял? Грохнет тебя только вспышку фиолетовую успеешь увидеть. Вот заливает. Тебе-то откуда знать. Да не знает он. Сплошные сказочки. Валим отсюда. Хватит сказочек. Ха, ну нет. Вы сами уже считаете в сказке. Ну, по трейлеру понять, что за обилки было довольно сложно. Но опять-таки у нас все слито. Так что сейчас все расскажу и покажу. Итак, начнем с сигнатурной способности, называется Дабл Тап. У вас есть две такие обилки на раунд, так что одна, наверное, будет бесплатной. Вторую надо будет докупать. Ну, типа как смоки Омана. Суть в том, что как только вы используете эту обилку, у вас появляется таймер, примерно как с дэшем джетки. И пока этот таймер идет, вы должны кого-то найти и убить. После этого на трупом соперника появится шарик, сломав который, вы становитесь по сути неуязвимы. Но только на одно попадание. Поначалу кажется, что эта обилка бесполезная, потому что все равно стреляют сразу по несколько пуль, но я уверен, это будет не так. Во-первых, это спасает от ульты рейс, например, или от выстрела снайпера, от ульты чембера, от ножей джет, вот от таких всяких способностей. Во-вторых, когда соперник будет стрелять с большого расстояния, попасть в голову в любом случае нелегко. А тут еще и такая обилка будет, которая даст вам временное преимущество. Сколько висят эти шарики в небе, не совсем понятно. Это мы уже узнаем позже, когда дадут поиграть за нового агента. А выходит он уже совсем скоро вместе с новым актом. И вот, по сути, у вас во время раунда будет две возможности использовать в файтах это преимущество. Кстати, пока я писал текст, вышло видео у Дерки с тестом нового агента, так что зайдите к нему тоже зацените, если хотите увидеть полный геймплей. Но я у него подсмотрел, что как раз сигнатурка стоит 150 кредитов. А еще после каждого килла у вас время действия этой обилки продлевается, и таймер начинает идти сначала. То есть, по сути, вам этой одной обилки может хватить вообще на все файты. Короче, выглядит это интересно и полезно, но, как говорится, будем уже тестить в игре. Далее переходим к цешке, стоит эта обилка 250 кредитов, и по сути, это стенка харбора, только не такая большая, плюс она не пропускает пули. Ну и блокирует часть обзора, конечно. Короче, она похожа на волну харбора, но предназначена для других целей. С ней, мне кажется, будет удобнее забирать территорию, потому что вас не будет простреливать вообще никто и никак, в отличие от харбора. Но и доступна вам будет всего лишь одна такая стенка на весь раунд. Также она и не бесконечна, и довольно быстро падает, поэтому применения тут будут, но также ситуативные. С флешкой Sky, мне кажется, будет довольно удобно занимать какую-то территорию, потому что вы бежите с этой стенкой, кидаете флешку, соперник полностью слепой, а по вам, ну никак не могут попасть. Это круто. Следующая обилка на кнопку Q по дефолту называется Undercut, стоит 200 кредитов. Это вообще довольно странная способность, работает она как флешка Омена, летает через стены, но не ослепляет, а делает такой же эффект, как на набот Killjoy. То есть по вам начинает проходить двойной урон, и можно делать килл, используя вандал за два попадания в тело. По сути, это очень простая примитивная способность, но где-нибудь на старте раунда с гранатой рейс будет работать убойно, мне кажется. Да вот на том же лотусе при файте за Аплент, обычно там давали флешку Омена или Стан Брича, плюс гранату рейс, конечно же, а теперь можно будет использовать эту обилку, и возможно рейс будет делать больше киллов. Ну и финалочка, одна из самых интересных способностей, это ульта. Стоит 7 поинтов, кстати, так что совсем немного. Ульта вызывает соперника в радиусе действия на дуэль в отдельное пространство. У вас перестают работать способности, то есть если в ситуации 1 на 1 на вас несется рейза с ракетницей, вы просто легко можете законтрить ее ультой ИСа и выходить в равное для себя состояние, по крайней мере. Также если у вас мало хп, то при заходе в пространство хп восстанавливается до максимума, и ваш щит, который дается вам от Ешки, тоже переносится с вами внутрь, так скажем. Но что будет, если в ульте все встанут АФК? Тогда спустя 50 секунд просто-напросто умрут оба. Ульта очень классная для тех, кто умеет круто стрелять, ну вот типа для таких как Дерки как раз, он в видосе, по-моему, все файты выиграл. Еще будет интересно проверить, что есть, например, остается 10 секунд до конца раунда, нужно поставить спайк и вы призовете соперника в ульту. По-моему, время там не останавливается, ну это логично, но не может останавливаться, потому что есть еще и другие игроки. Так что, скорее всего, таким образом тоже можно будет выигрывать раунды. Короче говоря, агент, как у меня, получился довольно интересный. Ну и единственное, вот это типа флешка, ослабление, немного странная обилка, но опять же, убивать за две пули в тело, это имба. Так что, думаю, и ей найдется применение. Что касается скинов, будет целая новая крутая коллекция, но ее пока что не слили, если солью, то выложу в телеграм. А пока что есть только две вот такие вот картинки со скинами из боевого пропуска, можете их тоже оценить. Плюс будет третья коллекция с ножом, нож я вот вам уже сейчас могу показать, но это единственное, что у меня есть, поэтому тоже можете оценить. Ну, нож, на самом деле, такой себе неплохой, по крайней мере, не дефолтная анимация, уже на этом спасибо. Собственно, вот такой вот красненький обзор нового агента получился, пишите, что думаете о нем в комментариях. У меня на этом все, всем большое спасибо, кто досмотрел до конца, скоро увидимся, пока-пока.